Здравствуйте, дорогие друзья охотники и рыболовы! Сегодня у нас рыбный день, и я буду готовить форель. Вот такая у меня форель. Форель радужная. Почему радужная? Потому что у нее на серебристом теле вот такая радужная полоска. Вот с обеих сторон, вот здесь и здесь. Она у меня не чищена, мне нужно ее почистить и выпотрошить. Вначале я одену свой фартук, чтобы не испачкаться. И перчатки у меня здесь приготовлены. Чтобы не поранить руки, нужно обязательно перчатки всегда иметь. Ну все. Зажимаю хвостик. Плавники я срезать не буду, потому что я буду запекать целиком. Так она будет очень красиво смотреться. У форели такая очень мелкая чешуя. Да, вот ей чешуи практически нет. Так, теперь я ее выпотрошу. Так, делаю разрез. От головы к хвосту. Как мне повезло, мне попалась рыба с икрой. Смотрите, как ее много. Я ее еще и засолю. Форель я почистила. Вот она у меня чистенькая. Все, я ее промыла. Я буду ее запекать с овощами в духовке. Для этого мне понадобится лук. Вначале я порежу лук. Лук порежу полукольцами. Но я не хочу лук запекать вот таким вот сырым. Хочу немножко припустить его на сковороде в масле. Для этого я поставлю сковородку на огонь. Так, добавлю масло немножко. Масло растительное. Ну, это кто какое хочет, можете и сливочное использовать. Так, пока масло разогревается, я порежу лук. Вот такой одной большой луковицы достаточно. Мясо форели очень полезное для здоровья. Если употреблять форель хотя бы раз в неделю в пищу, можно снизить холестерин. Она способствует укреплению нервной системы. Так, ну вот все, я порезала лук. Выкладываю его на сковородку. Пока он у меня доходит до мягкости, я займусь другими овощами. Вот так немножко его полукольца разделить. Вначале порежу помидоры. Ну да, так же пополам я разрежу. Вот на такие дольки. Возьму форму. У меня вот такая форма для запекания. И дно формы я уложу вот этими кусочками помидора. Рыба у нас будет лежать на помидорах. Тогда она не пригорит, не присохнет к форме. Ну и, конечно же, нужно перемешивать лук периодически, чтобы он у нас не сгорел. Так, порежем дальше помидор. Чем еще хорошо мясо форели? В нем очень мало костей. И поэтому она используется в детском питании. Рыба универсальна, ее можно запекать, варить, на гриле запекать и жарить. И третий помидорчик. Так, что у нас там с луком? Все-таки лук, он когда немножко припущенный в масле, он вкуснее. И запах очень вкусный уже, приятный. Да, вот, три помидорчика как раз хватило. Все дно я устелила помидорами. Теперь мне нужно взять рыбу. Посолить ее. Вот так. Внутри. Так, и у меня вот здесь есть приправы такие для рыбы. Приправы не соленые. Я эти приправы покупала на рынке. Очень ароматный запах. Очень приятный. Здесь кимьян, чабрец, розмарин. Лимон. Масса разных специй. Специально для рыбы. Поэтому не поленитесь, сходите на рынок, и вам там соберут набор специальный для рыбы. Разных приправ. Очень ароматный. Лук уже готов. Все, я выключаю. Так. Теперь мы часть лука наложим на помидоры. Сейчас он немножко у меня остынет. Я еще хочу внутрь его положить. Пока он остывает, я порежу перец. Перец у меня красный и желтый. Ну, это для красоты. Красный помидор и желтый перец. Вот такими кубиками нарезаем. Так. Раскладываем. И теперь желтый перец. И нарезаем точно так же кубиками. И раскладываем. Вот получается красиво. Красный с желтым. Так, что еще? У меня еще остался лимон. Один лимон я порежу. Даже, наверное, мне половину лимона хватит. Такими тоненькими ломтиками. Вот так, половинку я еще оставлю. Чтобы рыба при запекании не деформировалась, ее нужно немножечко вот так вот надрезать кожу. Но не прорезать глубоко. Вот так. Вот. Тогда она после запекания будет иметь первоначальный вид. Теперь нам понадобится лимон. Вот так укладываем, чтобы было красиво. Даже вот на эти прорези можно, чтобы не было видно их. Теперь лук у меня уже остыл. Возьму сковородку и лук положу внутрь. Сюда. Так. Ну, здесь раскладываем. И еще вот оставшиеся лимончики я тоже сюда вот положу. Вот теперь ее можно отправлять в духовку. Чуть-чуть полью маслом сверху. Все. И отправляю ее в духовку. Духовку я заранее разогрела. Температура 200 градусов. Ставлю и минут на 40-45. Давайте еще раз посмотрим, как готовить запеченную с овощами форель. Рыбу нужно почистить и выпотрошить. Режем полукольцами лук. Обжариваем его в растительном масле до мягкости. Помидоры. Помидоры режем пополам и нарезаем ломтиками. Трех плодов будет достаточно. Выкладываем их на дно формы для запекания. Форель изнутри и снаружи нужно посолить. И посыпать приправой для рыбы. Выкладываем ее в форму для запекания поверх помидоров. Половину обжаренного лука выкладываем вокруг рыбы. Другую половину кладем внутрь. Болгарский перец режем кубиками и раскладываем форму вокруг рыбы. На рыбе нужно сделать несколько поперечных надрезов, чтобы она при запекании не деформировалась. Половину лимона нарезаем дольками. Часть укладываем сверху форели. И так же, как лук, кладем внутрь рыбы. Слегка поливаем растительным маслом. Ставим блюдо в духовку приблизительно на 40 минут при температуре 200 градусов. Ну все, прошло 45 минут. Я открываю духовку. Вначале я ее выключу. Открываем. И достаем нашу форму. Горячая. Как проверяется готовность рыбы? Нужно взять спичку или зубочистку. У меня вот зубочистка есть. Воткнуть ее в самое мясистое место у рыбы. Если она туда легко входит, значит рыба готова. Вот она у меня легко. Все, рыба готова. Зубочистка сухая. Теперь нам нужно ее украсить. У меня вот здесь есть маслинки, оливки. Я их так произвольно раскидаю. Так. Оливки зеленые. Все. Вот так. Теперь нужно полить еще соком лимона. Форель очень любит лимон. У меня вот здесь лимончики. Полтора лимона. Я их выдавлю. У меня специально соковыжималка есть. Специально для цитрусовых. Косточки в сок не попадают. Очень удобно. Отлично. Все косточки у меня остались на решетке. И вот этим соком я поливаю рыбу. Еще у меня есть зелень. Укропа и базилик. Так. Сейчас я тоже им украшу. Так. Листочки базилика можно вот сюда. Вот так вот закрыть голову. Укроп можно вставить вот в эти прорези. Так вот между лимончиком разложить. Нет укропа, пожалуйста, можно петрушку использовать. Ну, можно еще базилик разложить. Потому что если блюдо выглядит красиво, оно вызывает аппетит. Вот такое у нас сегодня получилось блюдо. Очень красивое, вкусное. Приятного аппетита!